Hola! Всем привет! И я продолжаю учить испанский, и сегодня у нас 22 урок вот по этому учебнику. После этого урока вы можете сделать все упражнения к уроку 22. Итак, сегодня мы изучим слова mucho, poco, мало, demasiado, слишком много, suficiente, достаточно, bastante, тоже достаточно. Итак, давайте с самого начала мы уясним, что mucho мы можем поменять парадам, да? Mucho, mucha, poco, poco, demasiado, demasiado, эти слова меняются парадам. Слова suficiente и bastante по парадам не меняются. И какие из этих слов могут получить форму множественного числа? Конечно же, muchos, muchas, pocos, pocas, demasiados, demasiadas, и suficientes, bastantes, то есть все эти слова могут стать форму множественного числа. Но мы запоминаем, что suficientes и bastante не меняются по парадам. В испанском языке есть очень много интересных выражений с глаголом tener. Tener – это иметь. Это очень важный глагол, его обязательно нужно выучить. Рассмотрим несколько выражений с глаголом tener. Tengo prisa. Prisa – это спешка. Означает «я дословно имею спешку». Или «я тороплюсь». Tengo prisa. Tengo hambre. Я голодная. То есть имею голод, да? Tengo hambre. Я голодная. Tengo sed. Sed – это жажда. То есть я хочу пить. Tengo fiebre. Fiebre – это жар, лихорадка. У меня жар. Tengo razón. Я права. То есть razón – это правда. Я права. И tengo suerte. Мне везет. Suerte – это судьба, удача. Tengo suerte. Мне везет. Так вот, все эти, на мой взгляд, очень интересные выражения можно усилить нашим сегодняшним словом. Mucha. Только я обращаю ваше внимание, что здесь именно mucha. Mucha – потому что все эти слова, они женского рода. И получается. Tengo mucha prisa. То есть все эти слова. Мы можем усилить, да? Tengo mucha prisa. Я очень тороплюсь. Tengo mucha hambre. Я очень голодная. Tengo mucha sed. Я очень хочу пить. Tengo mucha fiebre. У меня сильный жар. У меня сильная лихорадка. Можно сказать, у меня высокая температура, да? Tengo mucha fiebre. Tengo mucha razón. Я очень права. Tengo mucha suerte. Мне очень везет. Идем дальше и запоминаем следующее выражение. Tengo sueño. Хочу спать. Tengo frío. Мне холодно. Tengo calor. Наоборот, мне жарко. Tengo miedo. Мне страшно. Tengo miedo. Tengo dolor. Дословно, имею боль, да? Мне больно. Tengo tiempo. Имею время. То есть у меня есть время. И все эти слова можно усилить нашим сегодняшним словом. Mucho. Только обращаю ваше внимание на окончание. Mucho. Mucho. То есть мы можем сказать. Tengo mucho sueño. Я очень хочу спать. Tengo mucho frío. Мне очень холодно. Я очень замерзла. Tengo mucho calor. Мне жарко. Мне очень жарко. Tengo mucho calor. Tengo mucho miedo. Я очень боюсь. Tengo mucho dolor. Мне очень больно. И tengo mucho tiempo. У меня много времени. Итак, запоминаем. Эти слова мы усиливаем нашим сегодняшним словом с окончанием о. Потому что все эти слова мужского рода. Всеми нашими сегодняшними словами. Mucho, poco. Много, мало. Demasiado. Слишком много. Suficiente. Достаточно. Или еще одно слово для этого. Bastante. Всеми этими сегодняшними словами мы можем говорить о количестве чего-то. И когда мы по-русски говорим «у меня много времени», мы тоже слово «время» используем в единственном числе, да? «У меня много времени». Почему? Потому что «время» это такое абстрактное понятие, абстрактное, которое нельзя посчитать. Вот такие вот слова, их называют в грамматике неисчисляемыми. И если вы обратили внимание, только что я называла выражения, и все эти выражения содержали абстрактное, существительное, которое еще и является неисчисляемым. Мы же не говорим «у меня два терпения». Или мы не говорим «у меня два голода». У тебя сколько? Мы даже не ставим «голод» во множество число. У тебя сколько голода? У меня три, да? То есть мы их не можем посчитать, это такое абстрактное понятие. К неисчисляемым существителям также относятся названия веществ, особенно сыпучих веществ. Вот, например, мука, да? Это сыпучее вещество, чтобы его посчитать, нам нужна какая-то мера. Мы говорим «мне надо два килограмма муки». Мы не можем сказать «мне нужны две муки». Но можно так сказать, если иметь в виду пачка, или мы видим, что эта мука уже разделена, да? И мы можем посчитать теми мерами, которые нам доступны. К чему так много слов? Просто в учебнике написано, что наши слова – mucho, poco, demasiado, suficiente – они могут стоять в единственном числе перед неисчисляемыми существительными. Просто, чтобы вас это не смутило, я хотела это объяснить. Но в русском языке это точно так же, поэтому особо здесь задумываться не надо. Но надо это иметь в виду. Например, «Tengo mucha experiencia». «У меня много опыта». И что нам важно здесь знать? О том, что «experiencia» – это слово женского рода, поэтому «mucha». «Tengo mucho dinero». «У меня много денег». Мы знаем, что «dinero» мужского рода, поэтому «mucho». Но если у нас слово относится к исчисляемым, то есть к тем понятиям, которые можно посчитать, например, «Tengo muchas revistas». Слово женского рода. «У меня есть много журналов». «Или tengo muchos libros». «У меня много книг». «Tengo muchas revistas». «Tengo muchos libros». Что еще важно знать об этом слове? Например, если я скажу «я работаю много», «trabajo mucho», «trabajo mucho», «trabajo mucho», то, во-первых, вот это слово «mucho» – «работаю много», вообще никак не меняется, неважно, женщина о себе говорит или мужчина говорит. «Mucho» – здесь слово «неизменяемое». Надеюсь, видно слово. «Mucho» – «неизменяемое». И мы запоминаем, что слово «mucho», если мы хотим сказать, что мы что-то делаем много, оно становится после глагола «работаю много» или наоборот «не работаю много». «No trabajo mucho». Это предложение мне больше нравится. «Descanso mucho» – «отдыхаю много», да? «No trabajo mucho» – «не работаю много». То есть слово «mucho» вот в таком неизменном виде «много» мы можем ставить после глагола. «Я много отдыхаю». «Descanso mucho». То же самое относится и к нашим остальным словам. Все наши сегодняшние слова мы можем спокойно использовать также после глаголов. Только запоминаем после глаголов. Мы можем сказать «trabajo poco» – «работаю мало». «Trabajo poco» – «работаю мало». Или мы можем сказать, что работаю слишком много. «Trabajo demasiado». Все эти слова не меняются. «Mucho» – «poco» – «demasiado» или «достаточно» – «trabajo suficiente». Прочтем примеры. «Te quiero mucho». «Люблю тебя сильно». «Te quiero mucho». «Me gustan mucho las rosas». «Me gustan mucho las rosas». «Мне сильно» или «очень нравятся розы». «Наше слово» также может стоять вообще самостоятельно, отдельным словом. Но только в тех случаях, когда понятно, о чем речь. Итак, вас спрашивают. «¿Estudias?» «Учишься?» И вы можете сказать «si mucho». «Да, много». «Много учусь». «Si mucho». Или «Tienes naranjas». «У тебя есть апельсины?» «Si mucho». «Да, много». Обращаю ваше внимание, так как апельсины женского рода, поэтому «muchas». «Если было бы у тебя есть книги?» «Tienes libros?» «Si, muchos». «Да, много». «Было бы уже «o». Второе сегодняшнее слово – это poco, мало. И, как я уже говорила, это слово меняется и по родам, и числам. «Tengo poco tiempo». Мы можем так сказать «у меня мало времени». «Poco» обязательно, потому что «el tiempo». «Tengo poco tiempo» мы можем сказать вместо того, чтобы говорить «no tengo mucho tiempo». «У меня нет много времени», мы можем сказать «у меня мало времени». «Tengo poco tiempo». «Tengo poco tiempo». «No tengo mucho tiempo». «Tengo poco tiempo». «Tengo poco tiempo». Итак, или «tengo poca paciencia». «Tengo poca paciencia». «Paciencia» – это терпение. «Имею мало терпения». «У меня мало терпения». «Тengo poca paciencia». «Тengo poca paciencia». Если бы здесь у нас были слова во множественном числе, например, «tengo pocos amigos». «У меня мало друзей». «Pocos» или «tengo pocas amigas». «У меня мало подруг». «Tengo pocas amigas». То есть обращаем внимание, какого рода слово. И если во множественном числе, конечно, мы говорим «pocas amigas». И ещё один пример. «Compro poca carne». «Покупаю мало мяса». «Мясо» у нас женского рода слово «carne». «Compro poca carne». «Интересно, мясо – это мясо или это говядина?» Насколько я помню, «carne» – это говядина. Сейчас проверю. Оказалось, что и мясо, и говядина. Итак, главное запоминаем, что это слово женского рода. «Carne». Можно заказать «carne seca». «Carne seca» – вяленая говядина. Или есть ещё «carne frita» – жареная говядина. Итак, очень часто наше слово встречается в выражении «um poco». Для красоты, видимо, речи испанцы здесь произносят «m» – «um poco». И это выражение переводится «немного». «um poco». «um poco» – я думаю, все, все, прямо вот до последнего человека, которые хоть край муха слышали испанский, им вот слово. То есть выражение «um poco» пишется отдельно, да? «um poco» – «немного» – оно им известно. Итак, «um poco» – что нам нужно знать «немного». И, например, если я хочу сказать, что я покупаю немного говядины, если здесь буду писать, будет видно, да? «comпро, compro, compro, un, aha, un poco, de carne». «Compro un poco de carne». «Compro un poco de carne». «Найдешь, что я видно?» «Compro un poco de carne». Еще раз, говорю о том, что говядина женского рода Если я мало покупаю, то вот оно, наше слово, имеет окончание женского рода Compro poca carne Но, когда мы берем выражение немного, то мы просто добавляем предлог de Получается, покупая немного чего? De, мясо, de carne Или говядина Compro un poco de carne И тогда вот это вот выражение, да, un poco, немного, остается неизменным Хитрость, да, если не знаете, какого рода, можете сказать Compro un poco de И здесь может быть слово и женского рода, или слово мужского рода Compro un poco de queso, сыр El queso, сыр, мужского рода Compro un poco de queso Покупая немного сыра Итак, запоминаем Un poco, это немного Пишется через N А говорим un poco Иногда кажется, что poco и un poco, они очень близки по значению Ну что там? Мало, poco или немного, un poco Но давайте поражим интересный пример Андрес es un poco tímido Тимидо означает стеснительный То есть Андрес немного стеснительный Андрес es un poco tímido А вот Pedro es poco tímido Pedro es poco tímido Pedro, наоборот, мало стеснительный Потому что poco tímido, мало стеснительный То есть, обращаю ваше внимание Иногда вот Un poco и poco Прямо-таки Имеют противоположные значения В разных предложениях И наше третье слово на сегодня Это слово Demasiado Или Demasiado В зависимости от рода Слова, которое следует за ним И все, что я говорила О слове mucho и poco Точно так же относится И к слову Demasiado Мы просто запоминаем его значение Это слишком много Давайте поражим примеры Tengo demasiadas cosas У меня слишком много вещей Или Tengo demasiada paciencia У меня слишком много терпения То есть, смотрим Какого рода следует за ним слово И ставим правильное окончание Также можем поставить И во множественном числе Demasiadas cosas Поэтому as Если было бы слово мужского рода Все время, как пример мужского рода У меня лезет в голову слово El libro У меня слишком много книг Tengo demasiados libros Наше следующее слово Suficiente Означает достаточно Suficiente Оно полегче Почему? Потому что нам не нужно Менять это слово по родам А только меняем его Если нужно по числам То есть, если нам нужно Поставить во множественном число Мы добавляем просто С и получится И получится Суфициентес Например Tengo Суфициентес Проблемас Имею достаточно проблем И особенность этого слова в том Что иногда оно может становиться И после существительного Примеры Есть достаточно воды Но точно так же мы можем сказать И наше последнее на сегодня слово Это слово Бастанте Достаточно Бастанте Достаточно Слово Как и наше предыдущее слово Суфициенте Не меняется по родам Меняется только по числам Если нам нужно То мы добавляем С И получается Бастантес Мансанас Достаточно Яблок Или Бастанте Динеро Достаточно Денег Бастанте Динеро Что нужно знать Об этом слове Иногда Это слово Переводится Как Довольно Таки Много Довольно Таки Много В учебнике Даже нарисована Примерно Вот такая Таблица И Давайте возьмем Слово Люди Потому что Это интересное слово Люди По-испански Будет Хэнте Хэнте И это слово Во-первых Употребляется В единственном числе И оно Женского рода Ла Хэнте Куда приписать Вот сюда припишу Ла Хэнте И когда Людей много Мы скажем Муча Хэнте Муча Потому что Женского рода Слово Когда Людей мало Мы скажем Пока Хэнте Пока Хэнте И Когда Людей Достаточно Примерно Их столько Мы скажем Бастанте Бастанте Ну что значит Достаточно Людей Да Как-то Непонятно И поэтому Лучше тогда уж Переводить Довольно-таки Много Бастанте Довольно-таки Много Людей То есть Запоминаем Что Наше слово Бастанте Приводится Достаточно Или Довольно-таки Много И Я надеюсь Что Вы Запомнили Сегодняшние Слова И выражения И будете Их активно Использовать В своей речи Всем спасибо За внимание Всем Удачи Ариос